В эфире новости в студии Елена Солонина. Сегодня в выпуске смотрите. В эфире новости в студии Елена Солонина. Сегодня в выпуске смотрите. В эфире новости в студии Елена Солонина. Для этого желающим поехать в Крым необходимо будет сообщить ведомству о цели своего визита. Отмечу, что украинцам за незаконное пересечение админграницы с полуостровом грозит штраф. А иностранцам могут запретить въезд в Украину. Министерство по оккупированным территориям, возможно, которое будет заниматься только вопросом правозащитных каких-то миссий, организаций, людей правозащитников, либо адвокатов. И тогда этот процесс будет просто короче по времени. То есть понятно, что должны быть документы, удостоверяющие личность человека. И как бы ряд документов, которые подтверждают цель визита на территорию Крыма. Госдума России приняла закон о введении курортного сбора в оккупированном Крыму. Там называют это, цитируем, экспериментом по взыманию налога с туристов за пользование инфраструктурой. Подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов предложил мониторить отношение туристов к такому нововведению. Об этом он написал на своей странице в фейсбук. Аксенов намерен создать рабочую группу, которая будет отслеживать реакцию отдыхающих на дополнительные растраты. А вот в парламенте Крыма уверены, что введение курортного сбора необходимо. Ведь так казна полуострова пополнится недостающими средствами. Брать плату с отдыхающих начнут в 2018 году. С человека в сутки обещают брать не более 100 рублей. С детей курортный сбор взымать не будут. Желающих попасть на оккупированный полуостров все меньше. Пограничники сообщили о ежедневном сокращении пассажиропотока. По их данным, в средине лета в Крым едет на 13% меньше людей, чем в прошлом году. А машин почти на 30%. Несмотря на это, российские службы продолжают искусственно создавать очереди на КПП. Они пропускают не более 10 автомобилей в час. И делают это на телекамеры прокремлевских СМИ. 30 лет со дня так называемых московских событий. Тогда крымские татары провели десятки акций протеста в российской столице под лозунгом «Родина или смерть». Это стало одним из главных толчков к массовому возвращению коренного народа Крыма на родину. О том, каким был этот долгий путь спустя более чем полвека, и что пришлось пережить боровшимся за восстановление справедливости, подробнее в следующем сюжете. Летом 1987 года в Москву на Красную площадь прибыло более полутора тысячи крымских татар со всего Советского Союза. Главная цель, поставленная лидерами национального движения, добиться от высшего руководства страны решения вопроса возвращения крымских татар на родину, восстановления его прав и государственности. Один из главных участников тех ярких событий, Бекир Умера, в мае того же года, ко дню депортации объявил месячную голодовку, добиваясь принятия Михаилом Горбачевым 36 делегатов. В своей еще неизданной книге спустя 30 лет он в мельчайших подробностях описывает важные встречи и митинги у Кремля. Мы очень хотели, во всяком случае я, вот мои сторонники, очень хотели встретиться непосредственно с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Этого нам не удалось достичь. Взамен нам предложили встречу с председателем Верховного Совета Советского Союза Андреем Громыко. Результат был, так скажем, плачевный, потому что комиссию, которую создали, и ее возглавил Андрей Громыко, она только работала над тем, как бы не допустить крымских татар в Крым, каким образом как-то погасить вот этот подъем национального движения. Зория Умерова в те годы было всего 22. отмечает, что каждый из прибывших на акции в Москву старался быть максимально полезным другим. Инициативная группа поручила Зория Ханум регистрировать прибывших делегатов. Списки имен и фамилий приехавших в Москву соотечественников она хранит и по сей день. Большая часть была молодежь, но среди нас были ветераны Великой Отечественной войны, с медалями ходили и доказывали руководству страны, что мы не предатели. Были и женщины с малолетними детьми. Очень много неудобств было с маленьким ребенком митинговать. Вот эти мамочки, которые с малолетними детьми были, пеленки, ползунки постирают, а надо высушить. И сушили на одном из митингов. Цепи были на Красной площади ограждения. Развесили и так сушили. Крымские татары пытались привлечь внимание к проблеме депортации мировую общественность. С первых же дней пребывания в Москве представители национального движения обратились в редакции газет и журналов. На Центральное телевидение, Союз советских писателей и другие организации. Однако реакция не последовала. Когда шли на Красную площадь колонны с транспарантами, и приближаясь к Красной площади, мы заметили, что милиция оградила нам путь, не дают нам пройти. Это был самый длительный митинг. Более суток он длился. И на следующий день утром нам сказали, что что-то предприняли по поводу крымских татар. Мы бросились, все кинулись в киоски покупать газеты. И что мы увидели? Сообщение ТАСС, которое было еще одним плевком на наш народ. И это очень взбудоражило нас всех. И народ начал ехать в Крым. Хаотичное. Еще одна акция крымских татар, решивших пойти на отчаянный шаг, прошла 6 июля 1987 года у Мавзолея Ленина. Когда я подошел к Мавзолею Ленина, к 11 часам, как раз забили куранты, извещая, что наступило 11 часов. И вот нас в этот момент там было несколько десятков человек, которые к тому моменту уже собрались. Мы взялись под локти, организовали живую цепь. И одно время мы начали скандировать одно слово. Ро-ди-ну! Ро-ди-ну! Мы кричали, вот сколько у нас было силы. И со всех концов Красной площади стекаются наши делегаты, которые в это время были рассредоточены. И вот мы увеличиваются наши, больше ста человек собралось. Но на Красной площади много было сотрудников милиции, в гражданской одежде, в милицейской одежде. Они вот рвали наши транспаранты, как-то нас расталкивали или что. И вот получилось, что такая вот драка. В это время наш Эскендер Агафазылов громогласным своим голосом он крикнул «Джемат! Оторонус, Ерге!» Это значит, он предложил нам сесть на землю. И мы потихоньку, когда начали садиться на землю, сразу ситуация начала исправляться. Эта демонстрация продолжалась 45 минут. Она потрясла не только Красную площадь или Советский Союз, весь мир потрясла. Итогом московских акций протеста летом 1987-го стало признание властями страны проблемы крымско-татарской нации как таковой. Тема депортации и возвращения на родину крымских татар приобрела международное значение. Расширился круг сочувствующих народу и тех, кто поддерживал его справедливые требования. Но и после возвращения в Крым борьба за право жить на родине не закончилась. На заседании по делу Семены раскритиковали заключение лингвиста ФСБ. Об этом заявил эксперт со стороны защиты Елена Новожилова. По ее мнению, специалист, которая готовила вывод для суда, некомпетентна в области лингвистики. Ведь в заключении отсутствует исследовательская часть. Есть только ввод и вывод, которые практически не обоснованы. Эксперт защиты требует заявить отвод эксперта ФСБ. Раскритиковал выводы лингвиста и адвокат Семены. Эксперт, который на 20 листах допускает 72 ошибки, в том числе 15 уровня начальной школы и около 30 средней и старшей школы. И этот эксперт-лингвист, он, наверное, не совсем компетентен, скорее, совсем некомпетентен в сфере лингвистики. Ему надо сначала подтянуть русский язык, а потом уже разбирать другие тексты. Также на заседании адвокаты добились, чтобы к материалам дела суд приобщил резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму, в которой в отдельном абзаце описывают права журналистов. Следующее заседание по делу Семены назначили на 3 августа. Напомню, что Николая Семену судят с декабря 2016 года. Его обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Всего лишь за то, что в одном из своих материалов корреспондент назвал Крым украинским. На полуострове начали промышлять телефонные мошенники. Крымчанам на мобильный звонят аферисты и заявляют о несуществующих долгах или штрафах. А когда люди перезванивают, дабы разобраться в ситуации, мошенники списывают все деньги с телефонного счета. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки аферистов. Хотели запретить собакам лаять, но не решились. Совет министров оккупированного Крыма утвердил перечень пород собак, требующих особых условий содержания. Среди них в основном породы бойцовских и крупных псов. Одним из пунктов документа был запрет для животных на создание шума с 11 вечера до 7 утра. Подразумевало, что хозяева собак должны заставить своих питомцев не лаять ночью. Как именно чиновники в постановлении не уточнили. Таким образом, Совет министров хотел улучшить условия для полноценного отдыха крымчан и туристов. Однако, среди самих услужащих нашлись собачники, которые призвали отменить этот пункт. Ведь, как любой владелец пуса, они не понимали, как можно договориться со своим любимцем о молчании в течение 8 часов. Все хозяева собак могут быть спокойны, а их питомцы могут лаять, когда им вздумается. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Елена Солонина. Смотрите наши выпуски по будням и подписывайтесь на ЮАК Рым в фейсбук. А эфир далее продолжит Георгий Спасококотский с темой дня. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok